В этом году в конкурсе «Зубовские чтения» приняли участие около ста человек из Москвы и Московской области. Как отметила директор централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Татьяна Лукашева, это намного меньше, чем в прошлые годы, из-за нового онлайн-формата. Вообще-то мы думали, что все-таки ситуация позволит нам, как всегда, провести в реальном режиме этот конкурс, который проходит всегда очень интересно, очень артистично, эмоционально, и много зрителей у нас присутствует, и поддержку они оказывают своим участникам. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация не позволила этого сделать. Итоги конкурса также проводились в удаленном режиме. Жюри собралось в центральной библиотеке для просмотра 39 видеороликов финалистов. Участники фестиваля могли наблюдать за происходящим онлайн. Если злая судьба загнала тебя в угол, оттесняя от жизни в унылую углу, как бы ни был ты слаб, как бы ни было туго, постарайся обжиться и в этом углу. Выступления оценивались в четырех возрастных группах по пятибальной системе. Мы не забываем, что прежде всего у нас конкурс чтецов. Это конкурс художественный. И жюри, предварительно, которая отсматривала весь пришедший материал, делала акцент именно на этом. Несмотря на необычный формат проведения, работа жюри была традиционной. Обсуждение каждого участника, оценки по критериям, споры и принятие общего решения. У нас еще вот есть «Звериная душа», но там видео не очень. А там вот как раз у Кадырлеева и видео хорошее, и читал он замечательно. Мальчишка очень обаятельный. Для чтеца просто прелестный парень. 2020-й объявлен годом 75-летия Великой Победы. В связи с этим была введена специальная номинация «Лучшее прочтение стихотворения о Великой Отечественной войне». Праздник Победы. Наглажены брюки, взрослые бьют за победу до дна. К деду перестали настырные внуки. Дед, расскажи про свои ординары. Вообще конкурс был задуман как конкурс для популяризации творчества подмосковных поэтов. В этом-то его и есть отличие от многих поэтических художественных конкурсов. Здесь ребята участвуют трех возрастных групп. И взрослые, ну у нас второй раз уже участвуют еще номинации «Взрослые». Победители конкурса объявлены в каждой возрастной группе. Все результаты опубликованы на сайте библиотеки. А на YouTube-канале размещены видеоролики финалистов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Видное ТВ.